Добрый день! Начинается программа «Особое мнение». Веду её сегодня я, Мария Кожевникова. Своё особое мнение высказывает вице-спикер областного законодательного собрания Владимир Костин. Добрый день! Добрый день! Владимир, начать сегодня хочу с федеральной повестки. Очень давно её не обсуждали, потому что много своих каких-то проблем. Но к ним тоже вернёмся. Но тут Госдума в третьем чтении приняла закон о дистанционном голосовании в Россию. Так, причём, наспех, да, это всё сделано было в нескольких чтениях сразу. Согласно закону, отдать свой голос избирателей и участники референдумов смогут в электронном виде через госуслуги и по почте. Вот хочу вашу точку зрения услышать. Вообще, зачем это? При том, что вот комментируя этот законопроект, депутаты Госдумы говорят, что то голосование по Конституции, по поправкам в Конституцию, которые нам предстоит, оно вот вроде бы как ещё не проходит по этому закону. Поэтому зачем это всё? Нам что-то недоговаривают? Или в стране реально готовятся к каким-то тяжёлым последствиям и борьбе с коронавирусом? Намерены-то на самом деле благие, да, дать возможность большему количеству граждан проголосовать. Но на самом деле все мы знаем, как работает почта в России, да, и дать возможность людям голосовать по почте. Считается, что лишить их права возможности проголосовать, как мне кажется. Та же самая история с электронным голосованием. Нужно понимать, что возможность проголосовать электронно не столкнётся с проблемой фальсификации. Ну, то есть наверняка найдутся умелые хакеры, которых хвалят по всему миру, да, российские хакеры, которые вдруг по чьей-то задаче могут результаты голосования, например, переписать. Может, это и надо? А как быть с анонимностью, да? Вот опять же у нас голосование же тайное. При желании через электронное голосование можно выяснить, кто, как, за кого голосовал. Соответственно, нарушив тайну голосования, мы подрываем основы избирательной системы, которая у нас в демократическом государстве существует. Поэтому я категорически противник вот этих всех нововведений. Кстати, в Государственной Думе по третьему чтению голосовали только депутаты от Единственной России за этот проект закона. Остальные три фракции, в том числе фракции ЛДПР, проголосовали против. Поэтому, ну, вот выводы, что называется, делайте сами, да. На фоне падающего рейтинга Единой России появляется вот такая инициатива. Рискну предположить, что мы же сталкивались, Мария, много с фактами фальсификации, да. Что-то удалось доказать, что-то не удалось, но глаза-то ведь они видели, да. Лично я, мои коллеги участвовали неоднократно в качестве кандидатов, в качестве наблюдателей на выборах. Бывало разное. Поэтому, ну, ничего хорошего... Но там хотя бы увидеть было проще. Ничего хорошего мы, откровенно говоря, вот этих вот поправок не ждем. Все будет, конечно же, закреплено в методиках. То есть будем смотреть, как это все будет реализовано. Надеюсь, что не в ближайшее время этим законом будут пользоваться, потому что ЦИК может принять решение о использовании подобных форм голосования, а может и не принять. А почему вообще он вдруг появился? И зачем так срочно, в конце концов, да. То есть мы что так технологически вдруг развились, что можем себе позволить электронное голосование? Или что у нас такая шикарная почта, да, отделение, может быть, в каждом поселении у нас есть. На минуточку я... Если говорить о доступности, то вот почтовое отделение закрывается, например, в сельской местности. Люди не смогут воспользоваться почтовым голосованием. То есть все очень похоже на какую-то попытку замутить воду на фоне падающего рейтинга партии власти. И как-то может быть, может быть, за счет этого спасти эти самые рейтинги. То есть здесь все-таки не надо связывать это очень с коронавирусом или с желанием поскорее провести голосование по институции? Ну, опасная история все оправдывать коронавирусом. Очень опасная история. Конечно, сейчас можно там все, что угодно свалить на коронавирус, а он бедолагой стерпит, да. Но на самом деле, я думаю, что было бы желание организовать процесс голосования. Можно, если уж у нас работают крупные промышленные предприятия. Если работает транспорт, то уверен, что избирательный участок бы тоже вполне себе отработал. Тем более крупных выборов федеральных в этом году нет. Те региональные выборы, которые будут проходить традиционно, имеют низкую явку. Поэтому, ну, я не думаю, что эта история вообще может быть хоть как-то оправдана коронавирусом. Ну, вот если уж мы про выборы говорим, про голосование. Я сейчас увидела дату 24 июня, когда хотят, возможно, это пока возможно, какие-то прогнозы в прессе о том, что могут провести парад в этот день победы и голосование по поправкам в Конституцию. Ну, то есть это что значит, что мы уже к 24 июня выйдем из всех ограничений? Вот вообще уже не делаю прогнозов относительно ситуации с карантином, потому как, допустим, не так давно Собянин сказал, что в Москве раннего выхода из карантина вообще ждать не стоит. Да, мы меры вроде бы как ослабим, сказал он, но это все надолго. 24 июня это надолго, наверное, надолго. Настолько надолго, насколько имел в виду Собянин или нет, не знаю. Поэтому, Мария, не исключено, что в планах есть, в планах ведь на минутку было 9 проводить. В последний момент поняли, что ситуация-то неблагоприятная и лучше уж совсем отложить. Поэтому поживем, увидим. Еще одна инициатива Совет Федерации собирается рекомендовать правительству повысить возраст продажи алкоголя с 18 до 21 года. Говорят, тема здоровья нации приобретает особую актуальность. Ну вот опять к коронавирусу мы возвращаемся, да, как бы не хотелось им не оправдывать все подряд. Ну вот сами же оправдывают. Так вот, вопрос, серьезно такая забота? Я, конечно, не сторонник всяких теорий заговоров, но не хотят нам новую какую-то тему просто подкинуть для того, чтобы мы что-то обсуждали, но ни смерти, ни статистику. Да и, честно говоря, опять же, подкидывай, не подкидывай, если проблема актуальна, ее будут обсуждать в любом случае. Поэтому не думаю. В конце концов, может быть, кто-то действительно посмотрел на статистику юношеского алкоголизма, да, ужаснулся и вот такую инициативу внес. Может и нет, не знаю. То есть, опять же, авторов нужно спросить. Вам это и нет. Другой момент, опять же, как к этому относиться, да. Я всегда настороженно отношусь к запретительным мерам. Потому что запретить можно все, что угодно. У нас, например, сухой закон в целом был в стране, да, ну что по результатам вырубили виноградники и развили самогоноварение. Вот практически все, чего добились, да. Стали меньше пить? Нет, не стали. При этом, вот сейчас вот там попытки продавать алкоголь с 21, а не с 18 столкнутся, наверное, с тем, что те недобросовестные ИПшники, которые торгуют ночью алкоголем и продают всем и вся, и еще и сомнительного качества алкоголь, они как обходили закон, так и будут обходить. А вот те организации, которые и паспорт спросят, и 10 раз перепроверят, да, они как это делали, так и будут делать, да, то есть вот, но каков процент у нас одних и других, и защитим ли мы такими оградительными мерами от употребления молодежи и алкоголя, большой вопрос. Место, а может быть вместе, да, с заградительными мерами нужно, конечно же, еще и популяризировать здоровый образ жизни. Ну, не просто вот, знаете, там баннер напечатать, а дать возможность, например, молодежи заниматься спортом. Ну, знаете, там тяжело, употребив алкоголь, там пойти и заниматься любимым спортом. Вот почему у нас, например, скейтбордисты занимаются у памятника Ленина? Ну, потому что у них, наверное, нет специальной площадки, где они могли бы совершенствовать свое мастерство, в конце концов делать то, что им интересно. Ну, либо есть, но мало, там, в одной очереди. Да, поэтому с оградительными мерами одними тут не победить. И, конечно, можно опять там столкнуться с утверждением, что ну, на это нужны деньги. Ну, у нас, знаете, там вот на освещение поправок в Конституцию есть 49 миллионов рублей в бюджете, а вот, например, там, то, чтобы бороться с подростковым алкоголизмом посредством предоставления им пряника, а не кнута. Вот здесь почему-то денег нет. Ну, с таким подходом можно пенять всю жизнь на то, что подрастающее поколение какое-то плохое, в наше время такого не было. Так дайте возможность. Вот и все. Раз уж мы на федеральной повестке, еще один вопрос у меня по поводу денег, да, которые выделяет нам. Федералы, 10 тысяч на ребенка от 3 до 16 лет по всей стране. Вот это мы допросились, люди допросились, или это просто власти так медленно считали? Вы знаете, я все время говорил, что можно, нужно добиваться своих позиций, да, если вы чего-то требуете, то рано или поздно вы этого получите. И последнее время гражданское общество, активные граждане доказывают, что если у них есть что потребовать, и они это делают, они результата рано или поздно получают. Пожалуй, первым для меня показательным моментом таким федеральным был, была ситуация с Иваном Голуновым, когда все понимали, что все криво и косо, но мало кто верил, что вот такой гражданский протест может к чему-то привести. На самом деле активисты, все активные граждане, их на самом деле нашлось очень много, не только те, кто стоял с пикетами физически, да, все те, кто писал в соцсетях, все те, кто обсуждал, добились, что система, которая нам казалась совершенно неповоротливой, которую нельзя было развернуть, развернулась. Для многих это было удивлением. И дальше больше, я даже не говорю про какие-то там уголовные дела, а говорю о как раз-таки вот вопросах, которых людей добивали, которых, реализации которых люди добиваются. Да, вот если вспомнить примеры Кировской области, это выплаты семьям, имеющим детей старше трех лет, которые не пошли в детский сад, да, активные мамы, активные папы выступили в защиту своих прав и результата добились, да, то есть там закон принят, денежка, пускай небольшая, но выплачивается. То есть вот, опять же, все те, кто принимал участие, поверили, что можно добиваться реализации своих прав. Здесь такая же история, то есть сказать, что это с неба упало, наверняка у нас в правительстве сидят люди, которые твердо осознают, что семьи с детьми нужно поддерживать. Другое дело, пока эти семьи с детьми голос не подали, да, наверное, там у кого-то могут возникнуть сомнения. Например, там, ну, постоянная аппаратная борьба, там, например, Министерство социального развития с Министерством финансового, да, и вот как раз вот эти все выступления граждан с мест позволяют в этой аппаратной борьбе победить Минсоцио, а не Минфину, да, и сразу денежки находятся. Мы же все прекрасно понимаем, что денег нет ровно до той поры, пока самый главный человек кулаком по столу не ударил и не сказал всем выдать. Сразу все находится. Электрички отменили, кулаком по столу, все вернуть, электрички вернулись. То есть я уверен, что своих прав добиваться можно и нужно, естественно, делать это нужно. Размер не будем обсуждать, но вот у меня еще один есть вопрос по теме, уже Кирова, касающийся 18 мая, может быть, и накануне, и сегодня выстроились очереди огромные в пенсионный фонд, потому что заявления на эти деньги можно подать не только через госуслуги, которые просто легли, сайт госуслуг, но и через пенсионный фонд. И вот люди в очередь в такую выстроились. Почему? Ведь до 10 октября можно подать заявление. Вот совсем плохо действительно все, у людей нет денег, или люди боятся, что эту возможность отберут, и в нашей стране нельзя сильно верить ничему? Да вы знаете, мы бы этих очередей с вами не увидели, если бы не слово такое старое русское головотяпство, да? То есть вот если бы у нас все было продумано, выплата, да, сколько получателей? Ну ведь понятно же, да? А выдержит, например, сайт госуслуг такой объем или нет? А если мы, допустим, понимаем, что альтернативой сайту будет поход в пенсионный фонд, а может быть на упреждение сработать и людей сразу же сориентировать, что вы не переживайте, обязательно все получат, все получат в таком объеме, денег хватит на всех. И вот первые ласточки, когда полетели, ведь не только в Кировской области такая история с очередями у пенсионных фондов, и в других регионах, только ласточки полетели, ну, наверное, нужно об этом сказать. Нет, опять же, тишина, люди в очереди выстраиваются. Либо вот действительно люди настолько плохо живут, и за эти месяцы стало все еще хуже. Люди действительно плохо живут, другое дело, что встав в очередь, люди завтра-то деньги не получат. Люди это делают как раз на упреждение, да, то есть там, а вот я сейчас уж точно встану, точно дадут, я буду первой очереди, мне достанется. То есть вот я слышал слухи, когда люди считают, что не достанется им денег, денег на всех не хватит. Ну, вот что с этим делать? Наверное, там провести информационную работу. Да, слушай, мы вот на этой теме коронавирусной крутимся, давайте дальше продолжим, но уже по Кировской области и нам в нашу группу в соцсети поступили вопросы, и, в общем-то, я сама тоже хочу вам их задать. Речь об ограничениях и, в первую очередь, о заведениях общепита, представители которых написали письмо губернатору, просят... Сфера красоты тоже. Да, началось все со сферы красоты, они просто даже пикетировали, в одиночных пикетах стояли перед зданием правительства, в итоге разрешают с завтрашнего дня им открываться. Теперь пишут письма представители общепита. Вот могут ли эти обращения именно общепита, на ваш взгляд, на что-то повлиять? Потому что, ну, понятно, что добились парикмахерские, но они и в первом этапе снятия ограничений находятся. Общепит на третьем. Вот есть какой-то смысл в этом? Или это просто инерция? Как уже говорил, вся ситуация с коронавирусом будет зависеть от динамики, да? То есть, если сейчас динамика пошла на спад, если количество заразившихся уменьшается, то ограничительные меры будут снимать. Если вдруг случится так, что количество заболевших будет увеличиваться, и опять резко пойдет в гору, то... То даже парикмахерские снова закроют. Я думаю, что, да, вполне вероятно, что это будет так. Здесь ведь речь еще идет о мерах поддержки. Бизнес-то обратился не только с просьбой открыть, но и опять же, понимая, что если их закрыли, да, там, причем, как им кажется, там, законно-незаконно, многие читают, что незаконно, то их нужно как-то компенсировать потери. Причем, вот здесь я, знаете, там, слыша бизнес и слыша, что говорят там в коридорах власти, да, по поводу того, что вот там бизнес просит, Прошу людей, которые решение-то принимают, не забывать о том, что вот те меры поддержки, они направлены в первую очередь на работников. Соответственно, если мы даем возможность предприятию не закрыться, помогая выплатить предпринимателю часть заработной платы, так мы спасаем предприятие, которое завтра будет снова платить налоги. Выйдет снова из вот этого, там, коронавирусного карантина, будет работать, будет платить зарплату, неся социальную нагрузку, будет платить налоги, неся социальную нагрузку. То есть мы, опять же, будем рассчитывать на этого предпринимателя, как на источник дохода. Мы все, да, жители Кировской области. И он сам, опять же, понимая, что он здесь трудится, наверное, будет эти налоги платить. А если сейчас их не поддержать, то, ну, рискну предположить, что либо прописку поменяют предприниматели, они сейчас активно очень об этом говорят, тем более, что соседние некоторые регионы вводят свои меры. Вопреждения сработали-то на самом деле, и здесь меры поддержки-то уже обозначили. Поэтому можно много говорить, что в бюджете нет денег, бюджет и так сейчас разбалансирован, и большие сомнения, ну, честно говоря, уже есть. Есть несомнения в части того, что бюджет будет, там, исполнен в части доходов. А есть уверенность, что не будет он исполнен на 100% в части доходов, потому что, ну, тяжелый период мы уже прошли, неизвестно, когда он закончится. Поэтому бизнес надо поддержать, как раз-таки помогая выплатить часть зарплаты людям. В противном случае закрытый бизнес, это потерянные рабочие места, эти люди ввиду отсутствия новых рабочих мест все равно придут в центр занятости населения и ровно эту же сумму попросят. И здесь уже вопрос взаимоотношения федерального центра и регионов, да, то есть если, вот сейчас, опять же, оказывая меры поддержки, регион страдает сам, да, то есть мы теряем какие-то доходы или, там, несем нагрузку в виде, там, прямых каких-то выплат. А если, опять же, там, человек пришел в центр занятости получать деньги, это деньги уже федеральные. И вот из-за этих всех несостыковок, да, страдают конкретные люди. Ну, конечно, пора уже точку поставить и, на мой взгляд, федерация должна волевым решением распечатать ту кубышку, которая до сих пор лежит, из которой там пощипывают, ну, по чуть-чуть. Уже у многих сомнений есть ли она, по-моему, рассказывает. Те самые, там, формулировка вертолетные деньги, да, когда там вроде бы нельзя просто раздать деньги. А почему нельзя-то? Это деньги тех самых людей, которые мы им вернем по большому счету, которые получены от природных ресурсов, которые получены в виде налогов. Вот мы с вами налоги платили для чего? Для того, чтобы государство в определенный момент, накопив, наверное, там, прослойку жировую какую-то, да, наверное, накопив. Я вот, честно говоря, опять же, там, единственным каким-то вразумительным обоснованием того, что до сих пор не введены какие-то прямые мер поддержки людей, предполагаю, что не все так благополучно у нас там с объемом наших фондов, в частности, национального благосостояния. Дай бог, чтобы он был, дай бог, чтобы правительство приняло правильное решение и поддержало граждан нашей страны. Ну вот, если возвращаться к общепиту и именно к письму, которое губернатору написано, а не федеральной власти, все-таки я вот правильно вас услышала, что вы говорите, что главное, что сейчас должны там наши чиновники сделать, это помочь деньгами, раз не могут открыть. Хотя, это слова наших же чиновников о том, что... И при первой возможности открыть. То есть, опять же, все же понимают, что лучше работать, чем не работать. Вы знаете, там, даже те, кого можно было отнести, там, к хроническим бездельникам, посидев вот сейчас на карантине, говорят, ну, слушайте, ну, уже выпустите нас, пожалуйста, школьники, которые там, ну, часто же бывает, что школу ненавидят, они говорят, пустите, пожалуйста, на школу, мы хотим учиться. То есть, отсутствие работы – это очень плохая ситуация, от которой нужно отказываться. Как только карантин можно смягчить, его нужно смягчать. Если ситуация с заразившимися будет идти на спад, нужно открывать, конечно же. А вот эта вот история с тем, что 12 мая, да, начали снимать ограничения, при том, что все мы прекрасно видели, что, ну, как-то не падает сильно у нас заболеваемость, она и сейчас не падает на одном уровне, примерно держится, что тоже вызывает вопросов много, да. У нас был депутат Михаил Ковязев, он говорит, что, ну, власть просто поняла, что, ну, нет у нее выхода, надо ей вводить эти ограничения, потому что люди работают, люди гуляют. Просто власть странно на этом фоне выглядит. Люди работают, люди гуляют, конечно, и даже, честно говоря, когда меры у нас максимально суровые были, да, меры по ограничению деятельности, я могу сказать, что, ну, как мне казалось, все еще было много людей на улицах, было много работающих предприятий. Опять же, здесь же двойные стандарты, да, то есть вот когда мы открываем парикмахерские, но не открываем общепит, общепит резонно задает вопрос, а чем мы хуже, чем парикмахерские? Ну, в плане, так сказать, неблагополучия по распространению коронавирусной инфекции. Вот что в общепите принципиально иного, чем в парикмахерских? Ну, контакт парикмахера, например, там, с клиентом, он, ну, явно ближе, чем, там, заявленные полтора метра, например, да, зоны. Или почему полностью крестный ход не запрещаем, например, да? Да, отдельный вопрос, да, то есть много вопросов, на которые вот как раз нет ответа у тех, кто, так сказать, под ограничение попал, ввиду того, что у каких-то вот других предпринимателей или просто у других людей этих ограничений нет. А вот если сейчас кафе, рестораны откроются, есть кому в них пойти? Или люди поняли, что дома хорошо и вкусно, и денег нет? Ну, Мария, на самом деле экономика-то уже сильно страдает, и общепит после предыдущего кризиса долго восстанавливался, и, ну, откровенно говоря, там, вот сейчас можно было говорить, что, наверное, там, общепит восстановился, да? Вот этот удар очень болезненным оказался для и кафе, и ресторанов, и даже столовых. И не все откроются, я вас уверяю. Уже многие закрылись. Вы знаете, что многие уже закрылись. И, опять же, там, ситуация с арендной платой тоже там неблагополучной, все мы понимаем. Ну, то есть причин масса, мы их все понимаем, обсуждать не будем. Откроется, не откроется, большой вопрос. Если откроется, будет ли тот оборот, который был до? Очевидно, нет. Хватит ли тех денег, которые придут в бизнес для того, чтобы он существовал? Рискну предположить, что тоже не для каждого. И, ну, это конкуренция, это нормально, да? Главное открыться и дать возможность людям работать. То есть уже по объему денег все равно экономика когда-то восстановится, все равно люди начнут ходить по этим же столовым барам, там, ресторанам, кафе. Когда это случится? Опять же, одному Богу известно. Сколько мы просидим в карантине, насколько глубоко экономика еще вот в эти кризисные процессы погрузится. Ну, а вот там ситуация завтрашнего дня. Побегут завтра все в парикмахерские? Побегут все в кафе, когда они откроются? История про парикмахерские, она история про первую необходимость, да? Все те, кто не привык стричься дома как-то вот там силами, да, там, мужей, жен, там, не знаю, еще кого-нибудь, они привыкли к парикмахерским. И многие люди-то вот сейчас ходят, заросшие, очевидно, ждут. Вот только двери парикмахерских откроются, все туда пойдут. Я рискну предположить, что как раз парикмахерские, наверное, не так сильно пострадают. Если говорить о салонах красоты, там, наверное, уже вот как раз кризисное явление сильнее проявится. Если говорить про общепит, то еще сильнее проявится кризисное явление, потому что это то, на чем все привыкли и могут экономить. Соответственно, конечно же, кто-то пойдет, но рискну предположить, что точно объем доходов этих предприятий сильно снизится. Плюс привычка некая выработалась, да, самим готовить в то время, когда нельзя поесть. И привычка экономить выработалась, поэтому тоже немаловажный фактор. Мы сейчас сходим на перерыв, на рекламу вернемся и, наверное, начнем с новой темы. Продолжается программа «Особое мнение». Сегодня веду ее я, Мария Кожевникова, а напротив меня вице-спикер областного ЗАГС-собрания Владимир Костин. Владимир, ну, еще вот вдогонку вопрос все-таки по коронавирусу, по масочному режиму, который все обсуждают и до сих пор не понимают, есть он или нет, потому что в одном магазине спокойно можно в маске ходить, а в другой вот вчера не пустили, например. Вы как оцениваете эту историю? Чтобы было что нарушать, как говорится? Исходим из того, насколько сами люди готовы соблюдать этот режим. Ведь у нас, опять же, и мир-то поделился на тех, кто верит в серьезность коронавирусной инфекции, и тех, кто не верит, на тех, кто верит в помощь масок для того, чтобы не заразиться, и тех, кто не верит. И мне кажется, вот как раз эта четко граница проявляется сейчас. Те, кто верит в то, что маска его может защитить, он маску надевает, и ему никакие вот эти вот там заградительные, опять же, меры в виде там не пускают в магазин, или наоборот, там только его и пускают. Тот, кто в маске, да? Это в меньшей степени работает. Ну, а верно тогда в этом случае тормозить людей на улицах полицейским? Я вам скажу, что неверно носить маски на подбородке. То есть вот помогает ли маска, которая надета не на нос и рот, а на подбородок? Ну, точно нет. А как бы вот выполнять предписание формально, это что, к чему, опять же, нас давно приучили. То есть нужна вам маска? Ну, вот она у меня в кармане, например. Или вот она у меня на подбородке. Увижу полицейского, натяну на нос, как бы вроде бы хожу. Верит ли сам человек в то, что такая маска поможет? Нет. Пустят его при этом в магазин, да. Но кому от этого легче? То есть вот здесь ведь не только, еще раз говорю, с заградительными мерами. Когда ты видишь, что все вокруг тебя ходят без масок, да, одному, наверное, в маске ходить, можно только, если ты сам в это вот прям свято веришь, да? А если веришь, собственно говоря, чего тебе убеждать-то, какие там заградительные меры? Поэтому я, честно говоря, очень скептически отношусь к масочному режиму. Какая-то формальность получилась, да? По большому счету, да. Да, да. И если уж на то пошло, ну, там, сколько коснулись моего мнения, как мне кажется, куда больше поможет перчаточный режим, да? То есть соблюдение дистанции, потому что маска в любом случае не помогает, если мы там дистанцию не соблюдаем. И перчатки. Потому что мы все хватаемся за ручки дверей. Вот, например, в правительстве области до сих пор между, на этажах закрыты двери. Вот, ну, зачем это надо, да? То есть, ну, откройте двери, люди меньше будут хвататься за ручки. Это куда больше поможет, чем маска, как мне кажется, да? Вот это абсолютно ничего не стоит, то есть никаких денег. Это просто нужно, там, принять решение на человеку, который отвечает за здание. Ну, и, там, отвинтить доводчики, и все. И в конце концов, там, никто не пострадал от того, что двери закрыты между этажами. Что там страдать? Еще один вопрос по коронавирусу, и все. Мы просто все пытаемся какого-то прогнозирования, что ли, там, добиться, услышать. Вот, как вам кажется, через месяц в Кирове какой будет жизнь? Что-то изменится? Все-таки заставляете меня прогнозы делать, да? Могли ли мы с вами предположить даже в марте, в начале марта, что вот жизнь у нас так изменится? Не могли. Опять же, вот, сейчас все ждут с нетерпением изменений. Кто-то ждет, кто-то уже верит, да? То есть, там, кто-то надеется. Ну, то есть, все, конечно же, уже устали от вот такого режима. Он негативно же сказывается еще и в целом на отношении не только к ситуации с коронавирусом, а экономику. Сразу многие начали видеть проблемы, хотя не видели. И бытовые проблемы всплывают. То есть, конечно, ждем уже снятия всех карантинных мер, всех ограничений. Тогда можно будет спокойно наслаждаться погодой, спокойно работать, учиться, трудиться. Ну, в общем, кому что нравится. Так, тема следующая, наконец-то. Ура, не коронавирус. Затянувшаяся, как затянулся у нас коронавирус. Затянувшаяся тема с назначением нового главы администрации. Давайте сразу сначала, вот, хочу прояснить позицию ЛДПР по вопросу, в том числе с Дмитрием Осиповым. Не так давно у нас был депутат Денис Ерохин. Он говорил, что он и его коллеги воздержались при голосовании, так как Осипов себя никак не проявил в городе, работая два месяца замом. Не так давно высказалась лидер фракции в городе Татьяна Веселова. Она говорит, что Осипов мужчина хозяйственный, нам такие нужны, потому что мы хозяйственных здесь у себя что-то давно не наблюдаем. И поэтому партия вроде бы, фракции вроде бы и готовы его поддержать, но там с некими условиями, что он сократит, обновит штат, что он предложит план по выводу города из кризиса. Вот я просто к тому, что вы ведь это вот все обсуждаете, я думаю, и там у себя в партии. Как, почему вот такие полярные, ну я скажу, тут месяц примерно разницы, почему вот полярное мнение, что поменялось за это время, что-то в ходе обсуждений родилось или что это? Во-первых, все мои коллеги и я лично, коллеги по партии ЛДПР, выступаем за прямые выборы единственного главы города, без всяких глав администрации, без всяких глав города, то есть никаких разделений быть не должно. Это единственный человек, который отвечает за городское хозяйство и имеет на это полномочия. И не нужно там никаких вот переделов там сфер влияния, кто главнее глава города, глава администрации города, неважно, у нас единственный избранный мэр должен быть. И здесь коллеги по Гордуме, еще раз говорю, я, мы здесь солидарны, иного мнения нет. Другое дело, что вот сейчас уже в какой, в третий или во второй раз будет рассматриваться кандидатура Осипова на должность главы администрации. Вот этот вопрос чуть позднее задам. Я, честно говоря, вот с надеждой смотрел на назначение Шульгина, да, опять же, будучи уверенным, что мы должны избирать главу, но вот то, как Шульгин вроде бы там стартовал, визуально-то нравилось, но, опять же, и можно сейчас говорить о том, что там Осипов вот вроде бы как сейчас проявляет активность. Главное понимать, чем это закончится. А есть ли у главы администрации, например, сейчас полномочия, чтобы работать эффективно вот в полной мере, не в рамках каких-то там отдельно взятых полномочий, а вот полностью там взять город и через пять лет его жителям города сдать, но уже преобразившимся. Да, может быть, еще там останется где что подправить, подшлифовать, но уже мы скажем, ну, слушайте, за пять лет, да, город меняется, меняется к лучшему. Уверен, что ни у Осипова, ни у Иванова, ни у Петрова таких возможностей нет. Оценивать конкретно Дмитрия Осипова я вообще не возьмусь, потому что, ну, вот знаете, как у нас там есть, например, уполномоченные по правам человека, да, чтобы права человека перестали нарушаться в Российской Федерации, в Кировской области. Нет, ну, уполномоченный есть, что-то делает, наверное, что-то важное, но сказать, что вот прям без него там мир рухнет, нет. И тут такая же история, вот в моем понимании, глава администрации, это должность исключительно надуманная. То есть мы живем уже вот столько месяцев, ничего не рухнуло. При этом, вот опять же, ничего не рухнуло, но сказать, что что-то прям преобразилось, нет. Я жду, что все-таки в 22-м году мы придем к выборам, к прямым выборам мэра города Кирова. А сейчас неважно, вот я слушаю вас. А сейчас для меня не принципиально. Ну, вы знаете, конечно же, стоит оценивать человека там по формальным критериям, наверное, там отсутствие судимости. И так коллеги через комиссию, которая будет принимать решение, пропустят. В моем представлении правильно было бы допускать до рассмотрения, ну, как минимум, двух кандидатов. В моем представлении верно было бы допустить возможность тайного голосования, да? Ну да, все, о чем просит как раз депутат. Но вот сейчас, опять же, в нынешней конфигурации мы понимаем, что глава администрации сильно зависим, например, там, от выделения денежных средств из области в город. И если этих денег будет меньше, то есть, условно говоря, там, если сейчас, там, ну, вот, депутаты Осипова не поддержат, да, там, и, ну, будет, что, прямое управление? Или, там, он же будет работать в качестве его, что поменяется принципиально? То есть, вот, ничего, то есть, не считаю, что... Ну, то есть, пора бы уже кого-то назначить, да? Пора бы уже кого-то выбрать, Мария, все-таки, еще раз, выбрать, назначить, это вот... Ну, в данном... Вот сейчас, опять же, мы там... В данном случае все же назначить. Конечно, а если выбирать, то, конечно, надо выбирать альтернативно и выбирать тайно. Тогда, опять же, вот, про выбор, да? Во-первых, рассматривает комиссия, которая на 50% состоит из представителей областного правительства. Во-вторых, в городской думе больше 50% депутатов, это депутаты одной партии. Ну, чего мы ждем-то тогда? То есть, как бы... Вот в прошлый раз было то, чего ждали, видимо. Вот, и, знаете, история о том, что мы выбираем, там, по одномандатным округам депутатов, а они потом как-то вступают в одну фракцию, и вроде бы как большинства-то у них не было, да? Кто-то избрался, там, 30% набрав и так далее. То есть, подавляющее большинство голосовало за других людей. А подавляющее большинство в думе сформировалось в одной партии. Вот это справедливо? Нет, не справедливо. Давайте мэра выбирать будем. Тогда уже, вот, действительно, мы можем сказать, вот, за него голосовались, от него и ждем результатов. И не надо будет, там, ломать копья назначения каких бы то ни было. Вы уже сказали вот о том, что Осипов в третий раз, да? Ну, если честно, по-моему, официально-то еще не было заявлено, что он там будет в этом списке кандидатов. Но мы с вами его обсуждаем, да? Ожидая. Но все говорят, что он там будет, об этом пишут в СМИ. Кто-то удивимся, если он не будет, да? Да. Вот это со стороны-то как выглядит? Это продавливание? Или человек на самом деле такой целеустремленный? Что это? Почему? И правильно ли это, когда в прошлый раз не поддержали депутаты снова? Вы знаете, Осипов это ведь не первый пример. Подобные истории у нас были в районах. То есть фактически это муниципальное образование, город Киров точно такое же муниципальное образование, как, например, Орловский район, Советский район. Где-то такие истории тоже проходили. Фаленский район. Точно так же там пытались продавить главу. Где-то успешно, где-то неуспешно. И что? Ну, то есть можно сказать, что по тем, кого продавливали в итоге жители там или депутаты сказали, слушайте, а что же мы против него голосовали? Такой классный парень в район поднял муниципальный. Муниципальное образование какое-то. Нет. Ну, то есть вот таких примеров, знаете, ярких, я, по крайней мере, не знаю. Ну, надо вам, на тебе, получите. А нам надо, чтобы город развивался. Вот вы нам это тоже верните обратным действием, да? То есть Осипов, еще раз говорю, Иванов, Петров, мы по результатам будем смотреть и говорить там, вот, знаете, год прошел, классная работа проведена, молодец, старается. А, например, там, если говорить конкретно по Осипову, уже не год. Человек-то трудится уже в качестве исполняющего обязанности, раскачиваться некогда. Вот если по результатам проведения работы по благоустройству жители скажут, слушайте, ну да, можно ходить по тротуарам. Вы знаете, там у нас все классно, управляющие компании как-то в воздух взяли, да, там, может быть, где-то там поддержали инициативу жителей по ремонту дворовой территории. Вот, ну, этого же ждем-то. И еще раз говорю, Иванов, Петров, неважно. А если у вас Иванов, Петров, Осипов, там, Шульгин, кто угодно, не справляются системно, так меняйте подходы. Минута осталась. Николай Богачев появившийся технический кандидат или все-таки нет, как он заявляет? Я читал интервью Николая Богачева, он считает, что он не технический кандидат. Как мы с вами можем спорить? И еще один вопрос. Кировчане хотят, что и просят, раз вы не даете нам возможность выбрать, то хотя бы проведите нам дебаты открытые кандидатов. Вот, это как раз вопрос к выборам. Выборы — это же открытый процесс. Дебаты — это классная штука. Давайте мы вот здесь опять же будем собираться представителями... А они зачем, если назначат все равно, кого надо? Не-не-не, минуточку. Жители-то говорят, дебаты нам дайте. Мы тогда посмотрим, выберем и тоже свое мнение сформируем. Мы же с вами начинали разговор с чего? А кому это мнение-то нужно в итоге? Вот сейчас нет ни одного, например, жителя города Кирова, который бы стоял с плакатом в поддержку Осипова или против Осипова. А, наверное, вот если бы были дебаты, если бы народ вот в этот процесс вовлекался, мы бы увидели иной результат. А если вдруг они бы дальше начали презентовать свои программы, один бы сказал, знаете, я буду все силы тратить на то, чтобы благоустройством заниматься, а другой, например, говорит, а я транспортом или еще чем-то. И жители вот уже думают, и то хорошо, и это, но денег есть только на одно. Буду выбирать уже, за программу голосовать. Выборы. Мария, только так. На этой ноте нам придется закончить нашу программу, потому что закончилось время. Владимир, спасибо вам большое за разговор. Доброго дня, здоровья и доброго дня и здоровья всем слушателям. Спасибо. Всем доброго дня. До свидания. Особое мнение на 101FM